добрый вечер друзья добрый вечер коллеги прошу вас дать мне обратную связь в нашем чате хорошо ли меня видно или слышно вот если да поставьте просто плюсики начинаем сейчас наш вебинар который посвящен обзору личного кабинета партнера компании skyway capital вот наверное это то что должен иметь каждый инвестор который планирует развиваться в нашем проекте который хочет сам понимать что и как происходит да в нашем бизнесе который хочет видеть и находить всю информацию касаемо его денежных вложений вот поэтому мы сегодня поговорим непосредственно об этом хочу вас поздравить со вторым днем весны да у нас как бы так москве сегодня ночью на весну похоже не было потому что за ночь выпало порядка 20 сантиметров снега но тем не менее мы особо не расстраиваемся вот и довольно неплохо себя чувствуем порядок работы сегодня на вебинаре будет простой я открою свой экран поделюсь экраном точнее зайду в личный кабинет партнера компании skyway capital мы с вами пройдемся по всем уголкам этого кабинета посмотрим что у нас где находится вот и те кто до конца еще не разобраться в этой информации смогут своими глазами увидеть что где и как в работе с личным кабинетом партнера компании skyway capital скажите а если те кто не до конца с этим разобраться кто еще полной информации не владеет вот я вижу кстати что у нас присутствуют люди целого ряда городов и стран это соседняя украина лисичанск это воде кавказ екатеринбург башкортостан той мазы в башкортостане екатеринбурге сейчас плюс два часа насколько мне известно то есть уже скажем так 19 часов для кого-то это время ужина время прихода с работы вот вы знаете что у нас каждый практически день происходят какие-либо изменения и сегодня скажем так работы как всегда полный рост хватает вот и в принципе на каждом нашем мероприятии которое посвящено непосредственно обзору личного кабинета какие-то новшества в личном кабинете наши партнеры находят поэтому такие вебинары у нас проходят только раз в неделю и в принципе я считаю что никому наверное из наших партнеров не зазорно такие мероприятия посещать потому что если хотите владеть последней информацией о том что и где у нас находится на подобных вебинарах вы это можете скажем так либо закрепить либо узнать что-то новое и так коллеги я начал трансляцию рабочего стола если мой рабочий стол виден прошу вас просто поставить плюсики парочку человек тогда плюсики все коллеги тогда переходим на страницу главную страницу кабинета партнера компании skyway капитал и на ней сразу же отражается следующая информация смотрите то есть если вы уже загрузили например фотографию да то есть ваша фотография фамилия имя справа верхнем углу дальше здесь информация на желтой панели рядом с надписью skyway капитал позвонить сайта то есть я наверно сразу с акцентирую на этом внимание данная информация есть на какой бы пункт личного кабинета вы не перешли да вот в панели нашего личного кабинета здесь есть большое количество скажем так различных подпунктов везде будет высвечиваться информация что вы можете сделать звонок сайта это очень удобно потому что неважно какой стране вы сегодня проживаете где вы находитесь сегодня да потому что вы можете например жить в беларуси а сегодня находиться в отпуске там в испании зайдя в свой личный кабинет вы совершенно спокойно можете нажать кнопку позвонить сайта разрешить здесь высвечивается панель разрешить использование вашего микрофона да если вы нажмете разрешить то пойдет вызов к нам сюда в москву и в течение рабочего дня с 10 до 19 часов по московскому времени вам могут ответить специалисты нашей нашего отдела информационной поддержки которые помогут разобраться в тех вопросах которые у вас возникли поэтому используйте данную возможность я знаю что же достаточно большое количество инвесторов звонила нам с сайта вот это сегодня доступно каждому человеку кто зашел свой личный кабинет и так что мы еще видим на главной странице да у нас есть баннер на котором присутствует информация что в подарок всем тем кто зарегистрируется будет подарено 100 подарочных акций компании skyway capital периодически эти баннеры меняются у нас проходят какие-либо акции либо важное мероприятие вот в минске будет 23 24 апреля международной конференции соответственно в личном кабинете я думаю в скором времени появится баннер который будет информировать наших партнеров о том что в минске состоится такое событие и будет ссылочка перехода на страницу где вы можете зарегистрироваться заявить о том что вы приедете чтобы скажем так но принять участие во всех мероприятиях которые будут проходить на территории республики беларусь в городе минске и минской области далее какая информация есть еще в личном кабинете то есть здесь у нас вы видите четыре переворачивающие такие панели которые крутятся до когда мы подводим мышку и так налево из них вверху это состояние ваших счетов у нас их 4 основной бонусные акционные премиальные то есть когда человек просто зарегистрировался соответственно всех четырех нуля счетах у него будет просто ноль пока далее если мы подведем баннер баннеру мышку то у нас высвечивается баннер разворачивается и три кнопочки пополнить счет это очень удобно да то есть вы только зашли на главную страницу и сразу же не ища ничего если у вас есть твердо решение завести денежные средства в личный кабинет и купить какой-то пакет акций вы можете просто нажать на кнопку пополнить и сделать то что мы с вами чуть позже рассмотрим далее транзакции то есть вы можете просмотреть все то что было сделано вашем личном кабинете движение денежных средств но если вы опять же новый человек то у вас здесь фактически в разделе транзакции ничего не будет в него перейдете там будут нули вывод опять же это отдельная операция мы не с вами поговорим немножко позже справа баннер с вашей фамилии и именем квалификации вы видите рядом с изображением человечка справа написано квалификации у нас их 5 партнер консультант лидер мастер и эксперт и сколько нужно еще скажем так выполнить процент работы для достижения следующего уровня по партнерской программе компании skyway capital то есть на 72 процента она заполнена у меня например на сегодняшний день до от осталось немножко потрудиться и можно перейти на следующий коллекционный уровень нижняя разворачивающаяся панель она касается информации о том сколько людей вы лично привлекли в проект и какую сумму лично привлекли инвестиции в наш проект да если подведете опять же мышку баннер развернется и вы сможете перейти в раздел статистики в раздел маркетинга посмотреть все что происходит вашей структуре и справа если вы приобретали какие-либо пакеты акций оформляли сертификаты будет написано ваше количество акций которые вы купили если вы оформляли рассрочку здесь будет написано забронирована за вами рассрочка опять же если мы подведем мышь развернется данная панель и мы сможем перейти в раздел мои сертификаты посмотреть если мы уже покупали информацию о том какие сертификаты их номер на какое количество акций и так далее либо перейти прямо отсюда в раздел инвестировать что тоже удобно до главная страница и так у нас нескольких местах личного кабинета прорезервирована информация да то есть скажем так кнопки находятся в разных разделах оттуда вы можете переходить коротким путем раздел инвестировать в раздел пополнения счета в раздел вывода денежных средств это удобно также внизу вы видите кнопку инвестировать если мы нажмем мы сразу перейдем раздел инвестиций либо ознакомиться с последними новостями нашей нашей компании если нажмете на новость чуть ниже на главной странице опять же информация о том сколько вам причем привлечено денежных средств и какое количество партнеров зарегистрировано по вашей реферальной ссылке информация сколько вам процентов до касаемо личных инвестиций выполнены достижения следующего уровня дальше личных и инвестиций первого уровня для того чтобы достичь следующей квалификации вы видите да здесь уже с перебором идет 168 процентов то есть перевыполнено и количество участников которые сделали инвестицию на 100 долларов да тоже в два раза превышает необходимо для того чтобы подняться на следующий уровень квалификации также ниже вы можете видеть последние изменения счета то есть последние начисления либо последние скажем так денежные операции которые вы проводили в своем личном кабинете. Это то, что отражается на главной странице личного кабинета партнера компании Skyway Capital. Далее, если мы справа в верхнем углу нажмем на треугольничек рядом с фамилией и именем, у нас выпадает плавающая панелька, и мы можем здесь зайти в раздел «Профиль». Либо мы можем зайти в раздел «Вопросов и ответов» на наиболее часто задаваемые вопросы, либо можем выйти из кабинета. Кстати, что я вам рекомендую настоятельно, если рядом с вами находится человек, которого вы хотите зарегистрировать в свою структуру, то вам нужно будет зайти в раздел «Реферальных ссылок», мы с вами сегодня это увидим на вебинаре, скопировать ссылку и обязательно выйти из своего кабинета здесь, если вы тем более планируете использовать тот же самый браузер. Чтобы у вас все гладко прошло, чтобы не было никаких сбоев, чтобы все было сделано в кратчайшее время, и никаких волнений это не вызвало ни у вас, ни у партнера, которого вы будете регистрировать. Итак, я, наверное, в профиль отсюда заходить не буду, а в профиль я зайду из основного меню. Хорошо? То есть мы можем зайти в раздел «Персональных данных», как я вам показывал справа, в верхнем углу, так и просто в меню нашего кабинета выбираем профиль «Персональные данные». Это то, с чем надо поработать в самом начале. Если вы только зарегистрировались, то на этой странице, которую вы сейчас видите, баннер сохраняется, видите, позвонить сайта сохраняется, и дальше идет информация о вас. Фотографию, которую вы можете загрузить, ваш ID, который вы указали при регистрации. Если вы только зарегистрировались, соответственно, ваш e-mail и телефон здесь будут выделены красным цветом, и под ними будет кнопка «Идентифицировать», то есть пройти идентификацию. Для этого вы нажимаете на эту кнопку, вам на электронный адрес приходит письмо, которым вам нужно будет нажать по ссылке и подтвердить, что это именно вы зарегистрировались у нас в личном кабинете. Когда вы это делаете, у вас электронный адрес становится синим цветом, нормальная кнопка исчезает на идентификацию. То же самое происходит с телефоном. Вам приходит смс на телефон, вы вводите код, подтверждаете. Здесь в необходимом окошке, которое высветится, и таким образом вы подтверждаете телефон. Далее внизу есть информация, напротив которой есть несколько галочек. Первый из них – это смс-информирование о бонусных начислениях. Если вы не планируете строить бизнес и считаете, что вас это будет только отвлекать, даже если кто-то зарегистрируется по вашей реферальной ссылке, вы можете эту галочку убрать. Для тех, кто строит сеть, для тех, кто планирует зарабатывать с нами деньги, это удобно. Оставьте эту галочку, потому что вы будете в любом месте, где вы ни находились, если рядом с вами телефон, только кто-то зарегистрировался, произошло начисление на ваш бонусный акционный счет, вам приходит смс, что начисление в таком-то размере из-за такого-то человека. Далее галочка о том, что вы готовы получать информационную поддержку от менеджеров компании по телефону. Если вы ее снимете, то в принципе ни новостей о развитии проекта, ни о каких-то акциях компании, которые будут проходить, вы информацию получать от наших менеджеров не будете. Ни помощи прямой. Если вы эту галочку оставите, соответственно, с вами менеджеры из Москвы будут общаться, у вас будет личный менеджер в отделе информационной поддержки. Это, кстати, удобно, это упрощает жизнь, как мы говорим, поэтому я рекомендую эту галочку оставить. Дальше слева вы видите на сером фоне информацию о вашем информационном наставнике, пригласителе, либо спонсоре. Фамилия, имя, скайп, телефон и электронный адрес. Особенно это важно для людей, которые зарегистрировались по чьей-то ссылке из интернета. Им понравилась информация, они перешли по чьей-то ссылке на страницу регистрации, зарегистрировались. То есть информация о спонсоре есть, и вы можете связаться с этим человеком и сказать, что зарегистрируюсь по его ссылке. И вы можете задать ему вопросы, потому что в большинстве своем наставники, которые эту ссылку оставляют, с удовольствием вас проинформируют о том, что происходит в нашем проекте. Дальше, последнее событие. Вы видите, показана дата и время вхождения в личный кабинет. То есть, когда вы последний раз в него заходили. И так далее. Если вы обнаружите, что в какое-то время вдруг у вас зафиксирован вход, а вы туда не входили, соответственно, наверное, это в первую очередь стоит обратить внимание на ваш пароль. Нужно его усложнить, поменять и так далее. Дальше, дополнительная информация, которую вы можете заполнить, можете не заполнять. Вас никто не заставляет этого делать, но тем не менее, вы можете вписать свои ссылки на соцсети ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, если у вас такого имеется. Можете добавить дополнительный какой-то аккаунт и потом сохранить. Нажать кнопочку, и информация эта будет сохранена в вашем личном кабинете. Ниже анкета пользователя. Опять же, есть обязательные поля, которые вы уже указали при регистрации. Это фамилия, имя, электронный адрес, телефон. Дальше вы можете уже вписать, заполнить те пункты, возле которых не стоит звездочка. То есть, это отчество ваше, второй телефон, страна, где вы проживаете, регион, город, адрес. Вам это может понадобиться, чтобы потом, скажем так, не лазить где-то, не искать информацию и серию номер вашего паспорта здесь внизу, да, либо удостоверение, потому что в Казахстане, я знаю, помимо паспорта есть удостоверение личности, это является документом, который вы можете указывать при регистрации в нашем личном кабинете. После того, как вы все данные вводите, нажимаете кнопку сохранить. И все, эта информация будет сохранена. Это раздел профиль. То есть, насколько полно он будет, скажем так, информация дана в этом разделе, все зависит от вас. Как я сказал, никто обязать вас не может, заставить вас не может. Вот. Ну или как по-другому, это еще некоторые говорят, да, напрячь вас никто не может, чтобы в вашем профиле все было заполнено идеально и так далее. Сейчас я на секундочку вернусь в нашу конференц-комнату и задам вам вопрос. Слышно, видно, то, что я говорю, никаких срывов не происходило за это время? Все отлично, да? Тогда возвращаюсь снова в личный кабинет. Итак, коллеги, мы с вами рассмотрели главную страницу, мы рассмотрели раздел профиля, да? Раздел помощь, он в принципе простой. Если вы нажмете на кнопочку помощь, просто высветится информация, телефон наш, служба поддержки, да, и как к нам обратиться, как нас найти. Хотя уже, скажем так, способы взаимодействия с нами я вам уже показал. Далее, у нас есть такой важный раздел, как события, да? То есть мы, если нажмем на кнопку в панели инструментов нашего личного кабинета, первое, на что следует обратить внимание, это расписание вебинаров. Вот. Данный пункт включен в личный кабинет буквально не так давно, но около месяца, наверное, да? Причина простая. Чтобы люди могли легко найти информацию о том, какие обучающие мероприятия проходят у нас в онлайн-режиме, которые они могут посетить, на которые они могут пригласить своих потенциальных партнеров, либо тех, кто уже зарегистрировался и купил акции, вы нажимаете раздел расписания вебинаров, и вот, пожалуйста, сегодня среда, у нас сегодня 5 вебинаров, 3 из них уже состоялись, с учетом того, на котором вы находитесь, 2 еще будут в 19, и в 20 часов. Если вы кликните по конкретному вебинару, ну, вот, например, тот, на котором мы находимся, высвечивается фамилия ведущего и ссылки, по которым вы можете зайти на данный вебинар и прослушать информацию. Очень удобно, очень просто. Опять же, у нас было много нареканий от людей, которые говорили, что вот, нам письма не доходят. Причина была простая. Либо они сняли галочку при регистрации, что готовы получать рассылку, либо по каким-то причинам письма, приходящие от нас, проваливаются в папку спам. То есть, надо зайти в папку спам напротив данных писем, приходящих от Skyway Capital, поставить галочку, выбрать не спам, и с этого момента письма будут переходить туда, куда надо. И вы их легко будете находить. Это касается, кстати, не только расписания вебинаров, но и всей информации, которая идет от компании Skyway Capital. Поэтому самое лучшее, что вы можете сделать, все-таки, помимо того, что находить наши вебинары, это еще и настроить правильно ваш электронный почтовый ящик. Далее, раздел новостей. Также в разделе события. Первое, для чего служит данный раздел, это просто информирование вас о всем, что происходит в нашем проекте. И вот последняя новость из территории Экотехнопарка о том, что заливается там, диафрагма бетонируется второго этажа анкерной опоры городского транспорта на территории Минской области. Вы можете зайти, ознакомиться. Но что очень важно, напротив каждой новости, которая размещена в нашем личном кабинете, внутри есть кнопочки социальных сетей. Если вы какую-либо из них нажмете, их всего пять, ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Одноклассники и Мой Мир, то у вас высветится панель, в которую вам нужно вписать то, о чем идет речь, кратко, и нажать кнопку «Разместить». Данная новость будет размещена в вашем профиле. Люди смогут ознакомиться с этой информацией. Кто-то перейдет после этой новости на страницу нашего сайта, может нажать кнопку «Регистрация». Если он это сделает, переходя по вашей информации, это ваш реферальный партнер, потому что к новости из личного кабинета прикреплена ваша реферальная ссылка. Это очень удобно, это очень просто. Поэтому, если вы делаете ставку на наш проект и еще планируете заработать денег, используйте данный инструмент как средство для получения этого дохода, о котором мы сейчас с вами говорили. Далее, раз уж мы начали говорить о новостях, об инструментах партнера, соответственно, мы заходим с вами влево внизу, второй снизу у вас будет, да, раздел «Это инструменты партнера». Первое, на что следует обратить внимание, это план вознаграждения. То есть, помимо того, что в этом разделе подробно рассказано о всех квалификациях, соответствующих нашему маркетинг плану, то есть, вы можете выбрать партнер, консультант, да, лидер, вы видите, меняется немножко картинка, вот, вы можете прочитать, какие условия вам нужно выполнить, чтобы достичь определенной квалификации, какой процент вам будет выплачиваться, из какого уровня, да, да, ну и наглядный рисунок здесь, скажем так, показан, но что более важно, внизу есть две ссылочки. Вы можете скачать описание маркетинг-плана себе на компьютер, это текстовое описание, что и как, разъяснение, да, вы можете скачать презентацию маркетинг-плана в слайдах и использовать ее как инструмент с целью объяснения маркетинг-плана тем людям, которые вас окружают в жизни. Причем вы можете это использовать посредством рассказа вживую, да, находясь в гостях у кого-то, в своем офисе, там, пригласить к себе кого-то, да, вы также можете просто рассказывать эту презентацию маркетинг-плана, поделившись экраном в скайпе и просто листая слайды этой презентации, рассказывая, за что и какие деньги вы зарабатываете. Поэтому это относится к инструментам, и если вы считаете себя, скажем так, человеком, который способен донести информацию по маркетингу, пожалуйста, используйте данный инструмент. Далее, раздел реферальных ссылок. Сегодня у нас там их четыре. Ссылки ведут ваши реферальные на сайт компании, на лендинг-инвестора компании, на регистрацию в личном кабинете и на форму регистрации в личном кабинете. Соответственно, для людей, которые уже получали от вас информацию и готовы делать какие-то действия, вы можете просто скопировать буфер, справа есть кнопочка, ссылку на регистрацию. Вы даете человеку эту ссылку, он заполняет свои данные, это ваш реферальный партнер. Для тех, кто только начинает въезжать, как мы говорим, вы просто ему сказали, что есть такое интересное дело, хотел бы ты подробнее узнать. Он говорит, да, хочу, мечтаю, надоело жить под плинтусом, дай мне что-нибудь. Вы даете ссылочку на лендинг-инвестор либо на главный сайт. На лендинге информация, скажем так, порционно, последовательно дана. Кто мы, чем мы занимаемся и что мы предлагаем. На сайте человеку можно самому рыться, нажимать кнопки, читать. То есть это для любителей покопаться. После этого они могут нажать кнопку регистрация, как на лендинге, так и на главном сайте, зарегистрироваться и стать вашими партнерами. Если вы дали, кстати, информацию на лендинг-партнеры либо на главный сайт и с человеком пообщались, лучшее, что вы можете сделать в будущем, я не знаю, через сутки, через двое, максимум через трое, потому что не надо давать больше 72 часов после того, как вы дали информацию, потому что вы знаете, что люди забывают. То, что не сделано в период 72 часа после того, как вы дали информацию, оно фактически не будет сделано никогда. Это не я придумал, это статистика мировая, общепризнанная. То есть если человек принял решение, например, заниматься спортом, сегодня утром проснулся, ему тяжело вставать, и в течение трех дней не начал ничего делать, высока вероятность, что он этого делать не начнет. Я не говорю, что это совсем уже никогда не будет, но, по крайней мере, ему как-то нужно напомнить. Либо боли в позвоночнике, либо, скажем так, в сердце, в учащенном сердцебиении, либо в чем-нибудь еще. То же самое касается и работы с информацией. Если человек не сделал это в 72 часа, вы можете напомнить, но главное, чтобы вы не делали это, не напоминали каждые 72 часа, потому что вы станете для него злым гением, и он постарается исчезнуть. Если он не собирался ничего делать, то есть он постарается как-то из вашей жизни пропасть, даже если это горячо любимый вами человек. То есть доставать никого не надо, предлагайте людям возможность, давайте информацию, никого не ушатывайте, не уплюшивайте, не тащите за рога в этот бизнес. Не хотят, не надо. У нас есть много людей, которые с удовольствием эту информацию воспримут как надо и начнут действовать. Третий раздел в инструментах партнера – баннеры. В первую очередь этот раздел для людей, которые имеют свои сайты, блоги, сайты-одностраничники, которые являются модераторами групп в соцсетях, либо создают страницы, например, на том же Фейсбуке, то есть те места, где можно вставлять HTML-код. У нас более 60 видов баннеров, которые ведут либо на наш сайт, либо на лейдинг-партнеров. То есть вам самому нужно будет выбирать, либо самой, куда перенаправить людей со своей страницы в интернете. Но прежде чем это сделать, вам нужно выбрать тот внешний вид баннера, который вы хотите разместить. Соответственно, с размерами полей вашей интернет-страницы. То есть на баннерах информация меняется, моргает, а вы знаете, есть большое количество людей, которые шарятся по интернету, зашли к вам на ваш блог, сайт, смотрят, что-то читают, вдруг смотрят, что-то моргает в одном из углов, бросается в глаза. Видит баннер, нажимает, переходит на страницу, касаемо нашей технологии, касаемо нашего проекта, ознакомливается с ней, и, возможно, кричит «Эврика», нажимает кнопку «Зарегистрироваться». То есть к штремному коду, к баннеру, который вы размещаете, либо на лейдинг инвесторов, он немножко сейчас изменился, либо на официальный сайт, точно так же прикреплена ваша реферальная ссылка. Соответственно, как я сказал, данный инструмент в первую очередь для людей, которые занимаются инфобизнесом, которые, скажем так, ведут свои блоги, которые информируют людей о чем бы то ни было, не знаю, вплоть до того, что вышивание крестиком у вас, и вы любите этим заниматься, а параллельно вы еще инвестор в нашем проекте. Поэтому на вашем сайте по вышиванию крестиком, по приготовлению, скажем так, свадебного пирога из хлебных крошек ваша рекомендация. Вы можете разместить баннер, касаемый нашей технологии. Какое-то количество тех, кто имеет большое количество хлебных крошек и хочет испечь свадебный пирог, могут перейти на страницу нашего сайта. Вот таким образом вы можете использовать раздел «Инструменты партнера». Далее. У нас есть в разделе личного кабинета еще такие пункты, как банкинг, инвестиции, статистика. С профилем мы с вами разобрались. Статистика – это касается работы по партнерской программе. Мы, наверное, разберем ее в конце. И интересные разделы, касаемые банкинга, то есть это, скажем так, все операции с деньгами, которые происходят в нашем личном кабинете. И, наверное, давайте мы с этого будем с вами двигаться дальше. Итак, раздел банкинга. У нас есть шесть пунктов транзакции. Это пункт, в котором отражено все движение денежных средств, касаемое, что происходит в вашем личном кабинете. То есть, если вы вновь зарегистрированный партнер, то у вас, во-первых, на всех счетах нули, как я говорил, да, и в этом разделе не будет ничего. Если вы делали хотя бы одно действие и движение денежных средств было, соответственно, вот в этой табличке, которая у нас высвечивается ниже, да, последние действия операции по вашему личному кабинету, будет написана информация. Например, вы пополнили счет, да, там будет написано основной счет, сумма, баланс после этого вашего, основного счета вашего кошелька, да, и дата и время осуществленной операции. Если вы строите партнерскую структуру и по вашей рекомендации кто-то что-то купил, соответственно, то же самое будет. Такое количество средств, куда пошло и так далее. То есть, это, в принципе, опять же, в первую очередь для вашего удобства и для контроля. Если вы уверены, что по вашей, скажем так, рекомендации кто-то чего-то там купил, но вы вдруг считаете, что вам не выплатили вознаграждение, либо наоборот денег переплатили, зайдите, посмотрите, проверьтесь, убедитесь, да, там, почитайте о маркетинг плане, а потом начинайте бить тревогу. Лучше тревогу не бить вообще. То есть, нормально к этому отнестись, спокойно, адекватно разобраться во всем, да. В последнее время и достаточно давно программное обеспечение личного кабинета у нас работает нормально, отлично, можно даже сказать, да, то есть, проблем не возникает. Поэтому раздел транзакций мы сейчас с вами рассмотрели. Дальше в банкинге у нас есть пополнение счета. Нажимаем этот пункт. Самое простое, да, то есть, чтобы стать инвестором в нашем проекте, первое, что вы можете сделать, зайти в раздел пополнения счета и просто использовать те платежные системы, а мы сейчас с вами увидим какие, да, пополнить основной счет. Тем количеством денежных средств, на которые вы хотите купить себе пакет акций. Неважно, 15 ли это долларов, 150 тысяч долларов, да, там, 10 тысяч долларов и так далее. Вот. Вы заходите в раздел пополнить. Дальше. Вписываете сумму. Ну, например, давайте я напишу 100 долларов. Видите, я каждую среду делаю действия и количество счетов в нашей компании увеличивается, да. Ну, так как мы это демонстрируем, потом я этот счет удаляю, мы сейчас с вами все это проделаем. То есть, 100 долларов я нажал, да, нажал кнопку пополнить и программа уже заполнила то, что я хочу пополнить на 100 долларов. Видите, мне здесь выставлен уже счет 72, 573 за номером на 100 долларов. Дальше я могу использовать, какую бы то ни было из тех, которые вы видите на экране, платежную систему. У нас сегодня это OkPay, это PerfectMoney, Яндекс.Деньги, Visa, как внутри СНГ и Прибалтики, так и Visa по всему миру, да. Разные комиссии, разные условия перевода денежных средств. Система Advanced Cash, внутри которой находится большое количество различных платежных систем, как и в OkPay в том числе, да, как в PerfectMoney. Да, это система Kiwi, она очень удобна для людей, проживающих на территории Российской Федерации, потому что комиссии нет при переводе денежных средств с вашего кошелька Kiwi к нам сюда. И, кстати, при пополнении кошелька Kiwi тоже нет комиссий никаких. Далее, WebMoney, да, и вы можете переводить денежные средства посредством денежного перевода через систему SWIFT. Вот, с разных, с различных стран мира, то есть у нас есть целый ряд стран, в которых вот те платежные системы, о которых я все рассказываю, отсутствуют, и они нам переводят через банковские переводы денежных средств. То есть вы выбираете тот способ, который вам удобен, и дальше, выбрав какой-либо из способов, вот давайте я сейчас нажму, например, Kiwi кошелек, да, я выбрал Kiwi кошелек, и мне написана здесь информация, что для пополнения баланса на сумму 100 долларов прописано, сразу просчитано, сколько это в рублях, потому что у нас курс сегодня, видите, 74, через платежную систему Kiwi вам необходимо сделать перевод со своего кошелька Kiwi на кошелек, этот номер вы можете здесь выделить и скопировать, и для этого там дальше ниже идет инструкция, следуя которой вы просто-напросто вводите деньги в кошелек, точнее, в личный кабинет партнера компании Skyway Capital. Я сейчас сумму эту вытираю, но вот сейчас мы с вами пройдем в раздел, который называется выставленные счета, здесь же в банкинге, видите, да, нажимаю выставленные счета, и внизу сейчас, так как я, видите, в ожидании написано, тут у нас есть три пункта, в ожидании, оплаченные и подтвержденные. Вот, то есть, почему подтвержденные еще есть пункты, то есть у нас есть три вида платежных системы, которые сегодня еще контролируют специалистами нашего финансового отдела, в плане, что вручную заводятся денежные средства, то есть сначала у вас, если вы оплатите на мерке и кошельком, у вас сначала будет информация, что это оплачено, а потом подтвержденное, то есть и деньги заведутся в личный кабинет. Вот то, что в ожидании, я сейчас нажимаю, и у меня высвечивается счет, тот номер, который я озвучил вам три минуты назад, 72 573, дата и время, когда я заказал платеж, я выбрал, помните, какую платежную систему, Kiwi, да, соответственно, я сейчас нажму кнопку оплатить, мне нужно будет со своего Kiwi кошелька завести эти денежные средства, то есть вы можете таким образом себе забронировать покупку, точнее, введение денежных средств, а потом на следующий день пополнить Kiwi кошелек, например, тот же вживую, в железяке, которая расставлена в разных уголках Российской Федерации, не только на сегодняшний день. Либо вы можете сделать то действие, которое сделаю сейчас я. Нажимаю отменить. Мне спрашивает система, вы действительно хотите удалить данный счет? Я говорю, конечно хочу, я просто демонстрирую сегодня эту возможность. Все, сайт прогрузился, и внизу теперь, в разделе в ожидании, мы видим, что стоит нолик, и никакого счета нет. Это раздел выставленных счетов. Опять же, это удобно для тех, кто на сегодня заказывает какую-то покупку акций в рассрочку и так далее. Они просто могут зайти в раздел счетов и оплатить. Сегодня заказали, завтра утром оплатили. Либо через два дня, либо пенсию получили, через три дня это сделали. Главное, чтобы это не висело долго. Дальше. Перевод средств. Раздел перевода средств у нас введен тоже, скажем так, где-то месяца три назад. И это сделано с целью того, чтобы ускорить возможность приобретения покупки пакета акций теми людьми, у которых, например, еще полчаса назад не было, вообще он не знал, как войти в интернет, он никогда этим не пользовался, у него, соответственно, нет ни одной платежной системы. Но этого человека есть вы, который строит партнерскую структуру, например, у которого большая сеть, неважно, либо маленькая сеть, но у вас, например, на бонусном счете, либо на основном счете, есть какие-то денежные средства. А этот человек регистрируется под вами и хочет, скажем так, чтобы все произошло очень быстро. Вы просто-напросто забираете у него из рук ту сумму денег, на которую он хотел приобрести пакет акций со своего бонусного либо основного счета, либо из того, из другого, потому что вы видите, основной счет ввести вы можете сумму, бонусный счет ввести сумму, вводите электронный адрес получателя, система проверяет, что данный человек реально присутствует, вы подтверждаете то, что хотите перевести ему то количество денежных средств, которые вы переводите. Вам приходит после этого, после подтверждения код, который вам нужно будет ввести в поле, он приходит и на почту, и на мобильный телефон. После этого денежные средства списываются с вашего счета и его основной счет в личном кабинете пополняется. И с основного счета он может себе тут же с вами купить какой-либо из пакетов акций. Деньги вы не потеряли, они есть у вас вживую, я не думаю, что после того, как вы ему оформите, он вырвет у вас их из рук и громко гагача, дико озираюсь, убежит из вашей квартиры. Ну, конечно же, если этот человек проверенный и так далее. Далее, что еще в этом плане важно отметить, после того, как вы денежные средства, кстати, переведете, вы можете зайти в раздел транзакции, и у вас будет прописана операция, что вы перевели такую-то сумму такому-то человеку. Далее, заявки на вывод и настройки. Прежде чем оформлять заявку на вывод, вам нужно зайти в раздел настройки и сюда вписать платежную систему, на которую вы планируете выводить денежные средства. У нас их несколько. У меня здесь, видите, Киеве кошелек. Но если мы нажимаем кнопочку «Добавить реквизиты», у вас могут оказаться электронные платежные системы, например, Visa MasterCard. То есть вам сюда нужно будет указать номер карты, имя владельца, то есть если это ваша карта, срок действия, то есть до какого действия эта карта работает. И дальше выбрать валютную у вас карту либо рублевую. Когда вы это сделали, нажимаете «Окей», то здесь у вас появится информация, что платежная система Visa MasterCard, такой-то номер и кнопочка «Тоже удалить». То есть вы можете эту платежную систему удалить. Далее, у нас есть возможность вводить денежные средства на Яндекс.Деньги. То есть если вы выберете Яндекс.Деньги, у вас высветится вот такая панель, куда вы вводите просто номер Яндекс.Кошелька. Киви-кошелек, он у меня, вы видите, вверху есть. Далее, WebMoney. У нас есть кошелек Ocpay. И буквально месяц где-то у нас используется система Advanced Cash для долларовых, скажем так, движений денежных средств или рублевых. То есть это вы можете выбрать сами. И дальше уже с этих платежных систем выводить денежные средства туда, куда вам необходимо. Может у вас там есть счет, откуда вы оплачите квартиру, может быть у вас там привязана карта, например, к Яндекс.Деньгам, золотая карта MasterCard. И вы можете ее использовать для оплаты любых счетов, для покупок и так далее, и так далее, и так далее. То есть это очень удобно. Это раздел, который называется настройки. И после того, как у вас есть в настройках какой-либо кошелек, на который вы можете вводить денежные средства, если вы заработали не менее 30 долларов на бонусном счете, вы можете зайти в раздел заявки на вывод и здесь указав, выбрав те кошельки, которые зарегистрированы у вас в нашем личном кабинете как в разделе настройки, как те, на которые вы можете вводить деньги, выбрать его в панели, какой вам нужен, и указать здесь сумму, которую вы готовы вывести. Нажимаете кнопку вывести, у вас появляется информация, что на такой-то кошелек, такая-то сумма, такой-то даты статус, здесь будет заявка подана на вывод в обработке. Когда эта заявка будет обработана, у вас появится информация, совершен вывод, и вы можете совершенно спокойно пользоваться деньгами. Как только вывод будет совершен, если, например, у вас к этой платежной системе привязан ваш телефон, вы с этой платежной системы получите смс-сообщение, что вам зачислено такое-то количество денег. Так, с разделом банкинга мы, в принципе, разобрались. Дальше, раздел инвестиций. Первый пункт этого раздела это мои сертификаты. Опять же, если вы только стали партнером нашей компании, у вас здесь везде нули, и в разделе инвестиций у вас здесь ничего не может быть. Единственное, через какой-то промежуток времени у вас на премиальном счете может появиться 100 акций. Далее, заметили, что практически в каждом пункте меню нашего кабинета у нас слева остаются кнопки пополнить счет, вывести средства и перевести денежные средства. Это для вашего удобства сделано. И информация о ваших счетах. Итак, если вы что-либо покупали, то в разделе мои сертификаты вы увидите информацию о вашей покупке, сертификат оформлен он или нет. Если вы только что оформили, соответственно, статус здесь будет сертификата на проверке, потом он будет оформляться и потом он будет оформлен. После того, как сертификат будет оформлен, вам нужно будет подписать договор. Вот видите, здесь написано «Принят-принят». У вас, если вы купили пакет какой-то акции и оформлен сертификат, здесь нужно будет подписать договор. Нажимаете кнопку, читаете договор, в конце этого договора есть кнопочка, digamos, «Принять-согласиться». Да? Потом нужно будет подгрузить необходимые документы, а это первая страница вашего паспорта с фотографией и прописка, страница с пропиской либо регистрацией. Если в стране, в которой вы проживаете, нет такого понятия института прописки, вы делаете скан квитанции об оплате каких-либо услуг, ЖКХ, телефона, в привязке к тому адресу, где вы проживаете. Этого будет достаточно для того, чтобы подписать договор. А договор надо подписывать, то есть это на основании чего вы приобрели пакет акций компании Skyway Capital. Соответственно, это раздел «Мои сертификаты». Следующий раздел «Инвестировать». Очень интересный раздел. Вы видели, что в нескольких местах нашего личного кабинета есть кнопки «Инвестировать». Мы нажали ее в разделе «Меню», и что мы видим на данной странице? Первая информация – это пока общий баннер о том, что вы можете купить пакеты акций в рассрочку под названием «Старт сеньор стабильный бизнес». Дальше. Появились не так давно на этой неделе свежие пакеты, то есть с другим номиналом покупок. Если там те рассрочки, о которых мы говорили, вы видите, еще осталось 10 месяцев, 6, 10 и 9, то здесь рассрочка на 6, 4 месяца и на 2 месяца. Я вам рекомендую зайти в раздел «Инвестировать» и посмотреть, что у нас здесь за пакеты. Далее информация идет по пакету «Юбилейный», и я буквально озвучу то, что если раньше можно было просто купить за 1000 долларов пакет, и в нем будет 300 тысяч акций, и вам подарят монету с изображением нулевого километра дороги Skyway, то сейчас, если вы в течение следующего месяца после покупки еще раз купите за 1000 долларов пакет, ваш дискон будет не 300, а 480, то есть вам 480 тысяч акций еще будет зачислено. И если еще в течение месяца вы купите потом пакет за 1000 долларов, то есть суммарно это будет 3, вам еще начислят 570 тысяч акций. В итоге это будет 1 миллион 350, но вы можете купить, например, один раз, вы можете купить 2 месяца, у вас будет 780 тысяч акций. То есть вас насильно, никто не заставляет это делать. Напротив каждого пакета, кстати, в личном кабинете, если вы нажмете «Подробности», идет описание этого пакета, любого пакета. Поэтому я вам рекомендую использовать, прежде чем делать какое-то действие, сначала прочитать подробности, чтобы потом вы знали, что это вам дает, либо чего вы теряете, если вы сделаете как-то не так, после того, как вы заплатите, например, рассрочку и так далее. Далее информация о трех пакетах, которые появились у нас на этой неделе стоимостью 5000, 10 тысяч долларов и 50 тысяч долларов. К ним идет возможность высадки именного дерева в экотехнопарке, она за пакеты стоимостью 10 и 50 тысяч долларов. Эксклюзивное дерево, по всей видимости, это будет какая-то редкая порода, может быть баобаб, может быть, я не знаю, какой-нибудь чайный дерево. Из которого потом мы будем сжать масло и продавать его на рынке здоровья. И это будет именное дерево, то есть данная возможность предоставляется сегодня крупным инвесторам. Благо, такие люди появляются, соответственно, увеличивается количество инвестиций в наш проект. Дальше в разделе «Инвестировать» на синем фоне указаны те пакеты, которые вы можете приобрести сразу. У нас еще есть пакет, вы видите, за 250 долларов с дисконтом 130, вы получаете 32,5 тысячи акций. Либо вы можете выбрать рассрочку по 25 долларов ежемесячно, будет точно такое же количество акций, но вы это размажете на 10 месяцев, у вас будет комфортное вложение денежных средств небольшое, 25 долларов США. На сегодня это, ну, посчитайте, да, сколько это будет, порядка двух тысяч рублей, по-моему, там с небольшим в месяц. Вот, ну, вы станете владельцем 32,5 тысячи акций, в 2017 году это 32,5 тысячи долларов США, по планам компании, да. Далее идут стандартные пакеты. Чтобы приобрести какой-либо из пакетов в разделе «Инвестировать», достаточно на против пакета, который вы выбираете, например, вот 130, да, нажимаем плюсик здесь справа, появляется циферка 1. Либо вы можете два раза плюсик нажать, вы можете купить, скажем так, 10 пакетов одного номинала, если вам это необходимо. Если у вас есть количество денежных средств, вот, и вы выбираете что-либо из простых пакетов, например, да, вот есть у вас 45 долларов, да, грубо говоря. Вы можете нажать на плюсик напротив пакета за 15 и на плюсик напротив пакета за 30. И очень важный момент. Вот пакет, который был за 15, да, его дисконт, который был 53, будет пересчитан с дисконтом 61. То есть вы платите 45 долларов, да, и все акции, которые вы купите, у вас и будет не 1830, да, вот если мы сейчас сложим 1830 плюс 795, да, это если вы просто купите сначала один или другой, это 2625 акций, вот, а это будет немножко другое число, оно будет увеличено, потому что у вас будет такой же дисконт на 15, это будет 61, то есть получается вы получите за 15 долларов не 795 акций, а 915, то есть это на 120 акций больше. Соответственно, казалось бы, да, 45 долларов, но дисконт будет 61. И так касаемо любых других пакетов, то есть возможно у вас есть денег там не 15 и 30, да, а 15 и 60. То есть суммарно 75 долларов у вас имеется для того, чтобы проинвестировать. Вы ставите плюсик напротив 60, вот те, тот пакет акций, который был с дисконтом 53 за 15 долларов, он будет с дисконтом 79. Вот такой принцип работает в разделе инвестировать нашего личного кабинета. Так, я ставлю на всякий случай плюсик напротив 15, для того, чтобы показать, что дальше происходит, да. То есть видите, здесь пишется, что дисконт 53, количество акций, которые вы получаете. Кстати, чтобы убедиться, если я сейчас нажму еще напротив, как его называют, того пакета, да, вот то, что я говорил, напротив 30, мы рассматриваем с вами. Вот, и мы сейчас с вами опускаемся, там дисконт будет прописан. Видите, на все количество акций пишется общий дисконт по максимальному пакету 61. Вот. Дальше вы выбираете, с какого счета вы готовы оплатить. Если вы деньги завели на основной счет, вы отсюда пишите, например, 45 долларов, да. Далее, когда вы здесь напишите 45 долларов, введете какую-то цифру, соответственно, вы опускаетесь ниже, здесь появится кнопочка оплатить. Я сейчас на всякий случай просто нажал систему, благодаря которой я могу ввести, оформить. Если я нажму оформить, у меня на основном счете есть там те же самые 45 долларов, система прогрузится, этот пакет будет оформлен. Если вы выбрали пакет, а у вас в личном кабинете пусто, то есть у нас многие люди инвестируют таким образом, не пополняют счет сначала, а сразу же покупают, да. Выбрали, например, 45 долларов, предполагаем, что у вас ничего нет. Вы просто можете выбрать ту платежную систему из тех, что перечислено, OkPay, Swift, PerfectMoney, Kiwi, Яндекс, Visa, AdvancedCash и WorkMoney. И нажать оформить, да. То есть, соответственно, вам нужно будет по инструкции проделать несколько простых операций, то есть ввести данные кошелька. И фактически ваша покупка будет оплачена напрямую с кошелька. За исключением платежной системы Kiwi, WebMoney, да, с которой у нас, скажем так, денежные средства заводятся вручную. Как только подтверждение финоделия проходит, у вас сразу оформляется пакет. Это раздел инвестировать. То есть ничего сложного в покупке пакета факций компании Skyway Capital на сегодняшний день нет. Я сейчас убираю вот эти вот единички, да. Вот. И возвращаюсь к разделу инвестиций. Есть раздел рассрочки. У меня не оформлены рассрочки, поэтому здесь, вы видите, у меня ничего, у меня точнее высвечивается информация о том, что я могу их приобрести. Да. Вот. И есть раздел, точнее, раздел рассрочки позволяет нам перейти в раздел именно рассрочек и купить акцию в рассрочку. А раздел мои рассрочки, это то место, где вы можете посмотреть табличку, если рассрочка у вас выбрана, сколько вы оплатили. Вы можете автоматом выставить, скажем так, галочку, у вас средства будут списываться либо с основного, либо с бонусного счета. Вы можете досрочно гасить рассрочки. То есть механизм достаточно простой. Мало того, для тех людей, которые стали инвестором в нашем проекте, например, до 17 декабря, и они решили рассрочку оплатить досрочно сейчас, им будут предложены возможности в разделе моей рассрочки, они увидят кнопку приобрести следующий пакет с дисконтом 1,600. Если вы, скажем так, купили после 17 декабря, там, в течение 18-19, у вас дисконт будет 550. И так до нового года с уменьшением на 50 единиц каждые два дня. Вот. То есть если у вас рассрочка такая была, вы хотите купить себе еще один пакет в рассрочку с выгодным дисконтом, вы оплачиваете эту и приобретаете следующую. Это, я считаю, очень удобное и классное решение, которое приняло руководство нашей компании. Итак, теперь рассмотрим раздел рассрочки. Что он из себя представляет? То есть, смотрите, здесь есть на выбор уже те пакеты, которые вы хотите выбрать. Их здесь 7. Мало того, сегодня на те пакеты, которые мы считаем уже стандартными, да, старт, сеньор, стабильный бизнес, есть дополнительные условия. И они очень интересны. То есть, помимо тех акций, которые заложены здесь, 32,5, 65, 220, 540 тысяч акций компании, если вы оплачиваете рассрочку, да, на протяжении того срока, который у вас есть. Причем как для тех, кто сейчас только покупает рассрочку, либо уже ее оплачивает. То есть вы могли заказать рассрочку по 25 долларов еще в декабре, да, сейчас каждый месяц вы платите по 25 долларов, вот, и если вы выполняете условия, которые прописаны здесь, а они очень простые, это действует с 1 по 31 марта. Если вы оплачиваете в этом месяце не за один месяц, а за два, то вам дополнительно к тем акциям, которые в вашей рассрочке 32,5 тысячи, да, будут по мере окончания этой рассрочки, добавят еще 11,5 тысяч акций. Либо второе условие, не две ваши оплаты, да, за месяц, а если вы в течение 31 дня пригласите в бизнес в первом поколении минимум 3 человека, которые купят пакеты номиналом на 25 долларов и выше, то есть вам точно так же будут начислены эти 11,5 тысяч акций. Это на пакете старт, да. На пакете сеньор все то же самое, только у нас рассрочка, вы помните, 6 месяцев, из трех блоков она состоит. Но если вы в течение марта месяца оплатите 2 месяца рассрочки на пакете сеньор, вам будет начислено дополнительно 22 600 акций. Либо вы пригласите в течение марта месяца минимум трех инвесторов, купивших пакет акций стоимостью от 25 долларов. Вы получите вот этот подарок, да. Одно из двух условий, не два одновременно, а одно. То же самое на пакете стабильный, который позволит вам еще дополнительно получить 77 тысяч акций, и у вас их будет в итоге, когда вы оформите рассрочку не 220, а 297 тысяч, да. И то же самое касается пакета бизнес. Вот, поэтому кнопочки подробности, не бойтесь понажимать в своем личном кабинете, вы увидите полную информацию о том, что вы можете получить, если сделаете простые действия в течение марта месяца. Вот. Поздравите, кстати, с этим действием всех своих женщин, которых у вас, которые наверняка рядом с вами есть, да. Да, вот. И возрадуетесь в будущем, потому что добавить, например, на пакете бизнес, вы можете себе почти 200 тысяч акций к тем, которые вы и так получите, 540. 189 тысяч. Все в ваших руках. Действуйте. Вот. Это то, что касается рассрочек. Соответственно, если вы выбираете пакет любой, да, если вы только приобретаете рассрочку, нажимаете кнопку выбрать, у вас точно так же появляется, с какого счета вы будете оплачивать. А, кстати, все пакеты акций, которые привязаны к акционам каким-то нашим, да, действиям, либо к рассрочке, вы можете оплатить только с основного счета, либо с бонусного. Если в обычный пакет акций на светло-серо-зеленом фоне, который мы с вами рассматривали, стоимостью 15, 30, 60, 130 и так далее, вы можете оплатить с опционного счета, да, вот, то рассрочка у нас идет только, скажем так, за живые деньги, как мы называем, бонусный основной счет. И здесь так же, если денег не хватает для оформления рассрочки, вы можете вписать, например, сумму, вот у меня есть 41 бонусный счет, написать 41, да, и мне не хватает 9 долларов. Я выбираю какую-то платежную систему, в которой у меня есть денежные средства, и по инструкции завожу дополнительные 9 долларов, и у меня оформляется рассрочка. Вот это то, что касается раздела инвестировать. Последний пункт, который мы с вами не разобрали, это статистика. Раздел статистика – это все, что касается вашей партнерской структуры. Первое, что вам необходимо проделать, когда вы заходите в раздел статистика, у нас здесь есть кнопочка, видите, для актуального отображения структуры необходимо нажать кнопку «Актуализировать структуру». Нажимаем на эту кнопочку, она у нас сейчас прокрутится, и будет дана, скажем так, самая достоверная информация на данную минуту о том, что в вашей структуре произошло, либо происходит на данный момент. То есть, первая табличка вы видите, если у вас 4 уровня, например, партнерской структуры, значит, будет дана информация по количеству участников на каждом уровне и по количеству инвестиций, которые привлечены в вашем первом поколении, втором, третьем и суммарно все это. Далее, у вас написана здесь такая диаграмма круговая, то есть количество людей в вашей структуре, в вашем первом поколении, которые находятся в квалификации клиент, консультант и партнер. Если у вас есть люди в квалификации, лидер, мастер, то, соответственно, здесь будет другой цвет и количество этих людей тоже будет прописано. Количество инвестиций, людьми в квалификации партнер, сумма прописана, либо людьми в квалификации консультант, в вашем первом поколении. Далее, график, да, тут нарисован график, который показывает, ну, скажем так, здесь у меня выбрано с ноября, на ноябрь месяц, здесь можно актуализировать, то есть выбрать тот срок, сейчас этот сервис у нас еще немножко дорабатывается, вот он будет наиболее быстро и актуально показывать вам свежую информацию. Дальше, структура сети. Вы можете установить фильтр, поставить галочку, например, чтобы вам показывал сервис только тех, кто инвестировал, и у вас будут только те партнеры, которые инвестировали, и вы можете посмотреть по ним информацию. Либо вы, например, можете поставить галочку «Не инвестировали», и у вас будут, скажем так, только те, кто инвестировал. То же самое касается вот здесь. Видите, цветом выделены более темно-синий – это партнер, чуть более светлый – это консультант, голубой назовем цвет, да. Цвет морской волны – лидер, светло-зеленый цвет – мастер, ближе к коричневому – эксперт, ну и клиент у нас такой, скажем так, синий, но не очень темно-синий. Клиент – это вы знаете, сейчас у нас не квалификация, а, скажем, подготовительный статус, да. Далее идет информация по всем вашим партнерам в первом поколении, то есть написанные фамилии, имена, деньги, которые они проинвестировали, количество людей в их структуре. Очень важным пунктом раздела «Статистики» является вот кнопочка, точнее, буковка «И», нажимая на которую у вас высвечивается информация по электронному адресу, телефоне и скайпе человека, который у вас зарегистрирован. Да, если скайп этот человек указал в своем личном кабинете, соответственно, у вас будет виден его скайп. Для чего, опять же, эта информация, почему она важна? У вас может быть большое количество людей, которые находят вашу ссылку в интернете и регистрируются под вами. Они разбираются в проекте. Может, у них есть какие-то вопросы. Увидев то, что у вас появился новый партнер, вы можете найти его в скайпе, вы можете ему позвонить, сказать, что вы знаете, я вижу вашу регистрацию, я ваш вышестоящий партнер, наставник, могу помочь разобраться и так далее. То есть вы строите взаимоотношения, помогаете человеку, обучаете, как проинвестировать, как заработать в нашем проекте. То есть не с целью, скажем так, снять с него деньги и забыть, а именно помочь. Это то, что касается непосредственно ваших партнеров. Если вы видите напротив человека, что в его структуре находится кто-то, вы просто на него кликаете, и у вас открывается второй уровень вашей структуры. Вот под этим человеком никого нет. И у каждого, вы видите, справа есть кнопочка, буковка «И». Это информация по каждому вашему партнеру в глубине. Если вы обнаружите, что у вас есть партнер в первом поколении, вы знаете, что он не очень активен, но под ним кто-то зарегистрировался, вы позвонили тому, под кем прошла регистрация, он вам может сказать, «Да ты знаешь, я как бы сеть строить не собирался, но ради бога ты можешь с этим человеком работать». Вы напрямую выходите на этого человека, предлагаете ему услуги, что вы поможете ему развиться, ответить на его вопросы и так далее. То есть, как я говорю, это удобно. Если дальше у человека есть, например, тоже какой-то зарегистрированный, вы на нем кликаете, глубина открывается, там третий уровень, четвертый. Вплоть до того, что находится в вашей структуре. Это то, что касается раздела статистики в вашем личном кабинете. И внизу этого раздела, опять же, показано движение денежных средств в вашем личном кабинете. Они отражаются, возможно, не сразу. Но, тем не менее, вы можете указать здесь дату, с какого по какой вы хотите посмотреть движение денежных средств. Оно здесь отразится. Это то, что находится у нас в личном кабинете партнера компании Skyway Capital. В принципе, я так думаю, да? Может быть, я думаю неправильно, конечно, потому что это мои мысли. Хотел бы услышать ответы, точнее, увидеть ответы ваши в чате. Понятно ли то, что я сейчас вам показал и рассказал? Есть ли какие-то сложности? И есть ли какие-то вопросы? Потому что, опять же, то, чем мы с вами сегодня занимались, это, по сути дела, первое действие, которое нужно каждому наставнику, пригласившего какое-то количество партнеров в наш бизнес, показать тем людям, которых они пригласили. И тогда, скажем так, нам спокойнее будет в Москве, вам будет спокойнее, потому что вы обучите человека делать простые шаги. И рекомендую вам всем это делать. Знать самим. Мало того, если у вас структура динамично быстро развивается, люди живут в разных городах и так далее, приглашайте людей на такие вебинары по средам. Они получат эту информацию в течение часа. Это у нас происходит чуть меньше. Они посмотрят, они увидят, что страшного ничего нет. Говорилка на той стороне понажимала кнопки, вроде бы ничего не взорвалось. Ничего никуда не пропало и так далее. Они совершенно спокойно смогут это проделать уже у себя. Мало того, мы еще и записываем данные вебинары. Вы можете дать им потом ссылку на наш вебинарный канал. Они смогут посмотреть запись. Но если они будут присутствовать на прямой трансляции, на практике потом проделают сами, а потом еще можно, скажем так, закрепить информацию по записи, будет вообще очень здорово. Спасибо вам за ваши благодарности. Спасибо за то, что присутствуют на мероприятиях. Спасибо за то, что являетесь инвесторами в нашем проекте. Помогайте нам продвигать технологию. Помогайте себе зарабатывать деньги. Мы рады, кстати, вам помогать. Если будут какие-то вопросы, как обращаться... Кстати, я не рассмотрел, как обращаться в техническую поддержку. Вы видели, справа внизу в личном кабинете есть такая панелька, на которую вы нажимаете, открывается окошко, куда вы можете ввести свой вопрос, свои чаяния, скажем так, трудности, которые у вас возникли и так далее. И специалист технической поддержки вам ответит. Если там будет вопрос, скажем так, немного более серьезный, чем это может решить специалист технической поддержки здесь и сейчас, он оформит заявку. И уже службы нашей компании, будь то финантел, IT-отдел, которых эта заявка будет касаться, помогут вам решить вопрос, касаемо той проблемы, которая у вас возникла. Вот таким вот образом. Кстати, не бойтесь использовать эти панели, не бойтесь звонить. Ну, еще одна просьба, да, не звоните просто так. Если вам скучно и вам не с кем пообщаться, не используйте наших менеджеров отдела информационной поддержки, как свободные уши, куда вы хотите вылить то, что у вас там либо накипело, либо вы хотите что-то рассказать, какой-то анекдот и так далее. Задача наших менеджеров здесь в Москве, это помогать привлекать товарооборот, а не, скажем так, просто сидеть и рассуждать на какие-то темы, которые не касаются развития нашей технологии и прочее. Чем больше они будут, скажем так, тратить время на то, что позволяет привлекать инвестиции, тем быстрее мы с вами продвинемся к тому моменту, когда наши акции будут стоить как минимум доллар, и мы все с вами будем успешными, счастливыми, богатыми, путешествующими на высоких скоростях по всему земному шару, оставляющие, скажем так, о себе какие-то пометки в разных уголках этого земного шара. Главное, не царапать деревья, на каких-то раритетах не выбивать кернером то, что здесь был в Асе и так далее. Ну и все это будет в недалеком будущем, если мы с вами будем активно предпринимать действия по информированию людей о нашей технологии. То, что я сказал сегодня по мартовскому промоушену с 1 по 31 марта, дополнительные, скажем так, акции, если вы регистрируете новых людей, делаю акцент, если у вас 3 человека, которых вы можете привлечь в данный бизнес, купили пакеты от 25 долларов и больше, это новые люди. То есть, если по бонусной программе у нас, которую мы будем разбирать подробно в пятницу в 13 часов, за что у нас платят деньги, там просто оплаты какие-либо пакетов в рассрочку и так далее, то здесь к бонусной программе привязаны именно 3 новых человека в течение этого месяца. Тогда вам будут начислены вот эти акции, как тем, кто только зарегистрировался и начал давать информацию, так и тем, у кого структуры есть, но важно привлечь трех новых людей. Либо оплатить двойную рассрочку. Двойной платеж, точнее, по рассрочке. Вот таким вот образом. Итак, друзья, если вопросов больше нет, я, наверное, на этом буду прекращать свое вещание, да, в просторах интернета, еще раз вас хочу поблагодарить, рад вас видеть на мероприятиях, посещайте те мероприятия, которые проводят спикеры нашей компании, они все успешные опытные люди, у них есть огромный опыт, да, у них отработан целый ряд навыков, которые продвигают вас к успеху. Если вы этот опыт будете перенимать и свои навыки развивать, да, соответственно, это даст результат. Чего я вам желаю. Всем здоровья, любви и денег, хорошего вечера, у кого-то может быть ночи, да, ну и до новых встреч, до свидания.